Приветствую вас! В эфире новый выпуск обзора полиграфических новостей за 32 неделю от Эраприн ТВ. Меня зовут Олеся Абашина, сегодня я одна веду нашу еженедельную программу. В сегодняшнем выпуске, сразу после новостей, репортаж о работе машины клеевого бешвейного скрепления Horizon BQ470. А теперь к новостям. Печатные мощности типографии ConFlex SPB увеличились в полтора раза. Летом 2012 года введена в эксплуатацию третья флексопечатная машина Miraflex CM компания Windmüller & Hercher, Германия. В московской типографии PrintBerry специалистами сервисного центра TerraPrint установлена термоглевая машина Bindex Pur E. Оборудование приобретено к уже имеющейся КБС другой марке и позволит предприятию повысить оперативность на постпечатном участке работ. Компания ComLine завершила проект по созданию полиграфического производства типографии AS Print на базе печатной машины PressTech 34DI. На сайте PrintDaily опубликована авторская колонка Михаила Кувшинова, посвященная новому дилеру Manrowan, основная перспектива и вызов которого сейчас, по мнению автора, это владельцы установленных машин Manrowan. Машины надо обслуживать, поставлять запчасти, тем более, что ожидать продаж с нуля новых машин Manrowan прямо сейчас не особенно приходится, говорит Михаил Кувшин. Другой популярный на рынке полиграфии автор собственного блога Игорь Терентьев говорит о прогрессе в цифровой этикетке. В обзорной статье, которая выйдет в сентябрьском журнале Publish, приведена общая инсталлированная база этикеточных ЦПМ, это порядка 1850 машин. Подробности в печатной версии журнала. В конце июля специалисты компании Ям Интернешнл посетили израильские полиграфические предприятия с целью обмена опытом в области флексографской печати. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в части возмещения ущерба дела экс-главы типографии МГУ. Приговор Марселю Шерифулину в остальной части оставлен без изменений. Защита обвиняемого с приговором не согласна. Просим суд отправить приговор на новое рассмотрение, так как он не обоснован и не справедлив. Доказательств, подтверждающих лицо Шерифулина, нет, заявил адвокат обвиняемого. Компания «Коника Минольта» анонсирует выход новых МФУ БИСХАП С224, С284 и С364 с новыми, более усовершенствованными возможностями. Более подробной информации на сайте компании. Это были все новости за неделю, оставайтесь с нами, а сейчас рассказ о работе машины клеевого бесшвейного скрепления «Хоризон» BQ470, поставляемой нашей компанией. Добрый день, коллеги. Я Папов Игорь, продукт-менеджер «ГК Тарапринт». И сегодня я хотел бы с вами поговорить немножко подробнее о флагмане, на мой взгляд, продуктовой линейки фирмы «Хоризон» машины клеевого бесшвейного скрепления BQ470. Это четырехколеточная полностью автоматизированная КБС, у которой есть, на мой взгляд, масса преимуществ по сравнению с конкурентами. Например, благодаря построению машины с помощью вертикальной карусели, так называемой, машина занимает существенно меньше места, чем конкуренты. Очень совершенный клеевой аппарат с двумя клеевыми ваннами для боковой и торцевой промазки позволяет делать продукцию очень высокого качества. Плюс к тому, в данный момент «ГК Тарапринт», там есть, естественно, что «Хоризонт» предлагает пять вариантов комплектации этой машины. Это машины как в традиционном термоклеевом исполнении, так и машины для модного теперь полиэтанового клея. Особенности конструкции этой машины позволяют нам предлагать вам универсальный вариант машины, который будет вам позволять делать брошюры как по технологии полиуретанового скрепления, так и по технологии традиционной технологии термоклея. Это происходит за счет того, что в машине применяются две совершенно одинаковых клеевых секции. Одна работает, естественно, с полиуретаном, вторая работает под термоклей. Все механизмы крепления и электрического соединения этих секций абсолютно идентичны. Именно вследствие этого обладатель такой машины может позволить себе переход с одной технологии на другую буквально в течение 10 минут. Еще хотелось бы немножко сказать о том, какие инновации в последнее время вложены в эту машину. Ни для кого не секрет, что в последнее время все больше и больше производители обращают внимание при оснащении своих машин полиуретановыми клеевыми секциями на так называемые щелевые головки. Преимущества таких головок бесспорно. Это, во-первых, очень маленькое пятно контакта клея с влагой воздуха. Это простота обслуживания. Это очень точная дозировка клея на корешке. И масса других преимуществ, которые, в общем, нет нужды мне сейчас описывать. Наверное, вы все их знаете. Так вот, фирма Хоризон также может предложить вам машины с оснащением именно щелевыми головками. Щелевые головки известной европейской фирмы. Машины все по умолчанию в стандартной комплектации поставляются вместе с устройствами разогрева и подачи клея, так называемыми, премелтерами, которые также могут иметь разнообразную поставку. То есть мы вам можем предложить как поставку с двухлитровыми картридами, так и работа премелтера со стандартных двухлитровых канистрами. Вот такая машина, такая у нее комплектация. В заключении хотелось бы сказать вот о чем. В последнее время большинство ведущих производителей полиграфической техники обращают внимание на так называемые модульные принципы строения технологических линий. В этом плане фирма Хоризон не осталась в хвосте. И, собственно говоря, традиционное построение их линий – это модульное построение. В этом плане машина БК-470 тоже может встраиваться в автоматические линии КБС с полным циклом изготовления брошюры. Собственно говоря, в основе линии стоит 470-я машина. К ней можно пристыковать с помощью системы транспортеров трехнажевую резаную машину, например, HT-80. И таким образом вы получаете полуавтоматическую линию, которая, собственно говоря, выдает нам готовые брошюры. Таким образом, естественно, вы можете в разы увеличить производительность. Кроме всего прочего, фирма Хоризон думает о том, что цифровые решения сейчас выходят на первые места. И вы с помощью машины БК-470 можете создать линию специально предназначенную для обработки цифровых отчисков. Я об этом уже говорил в предыдущем интервью. В этом случае используется, если у вас релевая цифровая машина, используется модуль фирмы Хункеллер. Если у вас машина обычная листовая, то, в принципе, вполне достаточно системы транспортеров, которые предлагает фирму Хоризон. Вот такая замечательная машина. У этой машины очень хорошее, на мой взгляд, будущее рыночное. И на самом деле, я думаю, что эти машины будут успешно продаваться и решать очень большое количество задач, которые наши заказчики перед собой ставят. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, вам было интересно. Продолжение следует...